Библейский портал экзегет.ру представляет 15 глава Евангелия от Марка Я читаю свой собственный перевод для библейского портала Экзегет Глава самая печальная, глава самая страшная, но мы знаем, что произойдет На что обращает внимание Марк? На людей, кто какое место занимает в сцене распятия, кто где оказывается Итак, Иисус схвачен Иисус предстал перед Синодрионом Это Верховный Суд или Верховный Совет, в общем, высшая власть, собственно, иудейская Над ними еще римский наместник, понятие Пилат, но он как бы внешний, а вот внутренний Именно он, и Синодрион уже осудил его на казнь Другое дело, что Пилат должен утвердить приговор, без этого не казнили И сразу же на заре первосвященники со старичным, то есть не дожидаясь ничего, книжниками и всем Синодрионом приняли решение, связали Иисуса, отвели его к Пилату и передали в его руки Пилат – прокуратор провинции, ну и, соответственно, он тот человек, кто может от утвердителя отвергнуть приговор Синодриона Пилат спросил Иисуса, ты царь иудеев? Тот отвечал ему, это ты так говоришь Что волнует Пилата? В общем-то, только одно – лояльность и верность То есть он никоим образом не потерпит мятежа против Рима Но внутренние расприи иудеев его абсолютно не касаются Поэтому он задает тот вопрос, который, в общем, беспокоит Рим Ты политический вождь иудеев, они восстанут под твоим командованием Тогда вопрос ясен Он отвечает, это ты так говоришь То есть похоже на согласие Но не очень Может быть, он говорит, я вообще вот таких слов не произносил Ты это так формулируешь Откуда я знаю, что ты вкладываешь в эти слова? Я не готов перебрасываться просто словами ради слов Давай постараемся для начала понять, что ты хочешь сказать О чем ты меня спрашиваешь? А первосвященники непрестанно обвиняли его Ну, видимо, подтверждали, да-да-да, он царь иудеев Пилат снова задал ему вопрос Что же ты ничего не отвечаешь? Видишь, сколько обвинений против тебя Но Иисус так ничего и не ответил, к удивлению Пилата Как и на Синдрионе он не отвечал, пока его напрямую не спросили Ты ли Христос Сын Благословенного Бога? Почему? Может быть, потому что нет смысла отвечать там, где ответы все уже даны Где от тебя никто не ждет никаких ответов, а только ждут, к чему прицепиться Но Пилат явно не был этим убежден В связи с праздником Пилат обычно отпускал одного заключенного, кого у него попросят У нас же Пасха приближается Судя по марку, она еще не наступила Точнее сказать, там есть разногласия, как это толковать Но, наверное, все-таки праздник еще не начался, иначе поздно отпускать Был там один по имени Варава, схваченный вместе с повстанцами за то, что они подняли мятеж и совершили убийство Ну, то есть, тот самый случай, когда римские власти очень жестко обходились И вот народ обратился к Пилату с просьбой поступить, как он делал прежде Пилат ответил им так Хотите, отпущу вам царя иудеев? Очевидно, надеясь, что это снимет вопрос То есть, Пилат его как бы не отменял приговор, вынесенный Синодрионом Но помиловал, причем, сами иудеи об этом попросили Вроде бы идеальное для него решение Ведь он понял, что первосвященники привели к нему Иисуса из зависти Но первосвященники подбили народ просить, пусть он лучше отпустит Вараву Тогда Пилат задал им другой вопрос А что мне, по-вашему, делать с тем, кого называют царем иудеев? Они отвечали криком Распни его Пилат переспросил их, что плохого он сделал? А они кричали все громче Распни его Вот толпа, заведенная, наэлектризованная толпа Которую выкрикивает один и тот же лозунг Они уже не думают ничего И среди всех лозунгов, наверное, самый такой заводной Врагов давайте убивать Долой такого-то Убьем его Еще даже лучше не убьем А ты убей его для нас Чтобы мы почувствовали себя в безопасности Это еще и про логику толпы То есть толпа сама по себе настроена нейтрально Но фарисеи, первосвященники их подначивают И Пилат оказывается бессилен Смотрите, еще один парадокс Вот в этой истории распятия Еще много парадоксов Пилат Он в иудее самый главный Ему никто не может приказать Кроме римского императора А император далеко А вот здесь в иудее он решает все Но он ничего не может решить Он осуждает человека в невиновности Которому он, в общем-то, уверен Он даже не может его помиловать в свою власть Хотя у него есть эта власть Потому что иначе толпа будет недовольна Да, вот человек, занимающий высокое положение Оказывается, очень часто Зависит от прихоти толпы Чтобы усидеть на этом кресле Ему нужно толпу всячески уговаривать Умащивать, улещивать Иначе толпа поднимет восстание Восстание, конечно, римля не задавит Но Пилату не поздоровится Император за восстание в подластной ему провинции Безусловно, с него голову снимет Ну, а лучше тогда не с меня, говорит Пилат И отправляет на смерть человека В невиновности которого уверен И Пилат, стараясь угодить народу Вот всесильный правитель Отпустил им ворову А Иисуса отправил на распятие после бичевания Бичевание, казалось бы, другое наказание Но здесь оно, что называется, входит в комплект Можно сказать по другим синаптическим Евангелиям Что идея была, ну, как бы наказать, но не казнить Да, то есть вывести потом к народу И сказать, ну, видите, мы его избили до полосмерти Давайте его отпустим на этом Но и это не сработало А так, конечно, бичевание Это отдельное наказание И распятие вовсе не подразумевало Необходимости сначала бичевать То есть Пилат, пытаясь угодить народу Он делает все хуже и хуже Воины завели его внутрь дворца-наместника То есть приторий Это римское слово для обозначения Как раз вот той территории, где стал римский гарнизон И там много чего происходило Тюрьма, там была и казарма И созвали всю когорту Ну, это подразделение римского региона Несколько сотен человек Его облачили в багряный плащ И надели на голову венец, сплетенный из церновника Это, конечно, пародия на царскую власть Багровый цвет часто понимался как цвет царский А у римских легионеров просто были красные плащи Сами по себе, часть их формы Поэтому, наверное, кто-то снял свой плащ И надел на него А венец, сплетенный из церновника Это пародия на корону Но понятно, что у него острые шипы И он очень мучительно, когда он сидит на голове И стали его приветствовать со словами Радуйся, царь иудеев А сами били его по голове палкой, плевали в лицо И поклонялись ему, преклонив колено Для них ведь это был еще такой веселый аттракцион Заодно посмеяться над иудеями Ну, как всегда, оккупанты не очень любят местное население Да и за что им его любить? Как и наоборот За что населению любить оккупантов? И вот хороший повод поиздеваться Не только над Иисусом, а над всем этим народом Который им очень-очень неприятен И, наверное, вот еще это царь иудейский Почему так легко прилепилось? Да, потому что мы, римляне, покорили иудеев Теперь вот смотрите Над их царем мы издеваемся, скоро его убьем Вот это свидетельство нашей победы Еще такой шовинистический здесь оттеночек есть, да? Ну и просто скучная военная служба Ну, нечем заняться Ну вот, нашли себе развлечение Помучать человека, к сожалению, так часто бывает Вдоль над ним насмеявшись Сняли с него багровый плащ И одели его собственную одежду И повели его наружу К месту распятия Там проходил, возвращаясь с поля, Симон из Кириэна Кстати, вот свидетельство, что, кажется, Пасха еще не наступила Он идет после рабочего дня с поля Ну, наверное, не праздник Кириэна, это город, вообще-то, в Северной Африке Почему он вдруг там оказался? Видимо, он приехал на праздник На Пасху И там какой-то родовой участок Или что-то еще Ну, знаете, как приезжают там в родную деревню Откуда-то из большого города издалека И начинают в этой деревне там дрова рубить Да, там картошку полоть То есть вот Помогать по хозяйству Похоже, что та же самая история А он такой простой, случайный человек Там проходил, возвращаясь в поле, Симон из Кириэна Отец Александра Ируфа Мы не знаем, кто это такие Но, очевидно, читатели Марка знали Вот такая немножечко своя компания Вот свой узкий круг Как в деревне все знают, кто там чей племянник Кто там чей дядюшка и так далее И вот его заставили нести крест Иисуса По римским обычаям Человека, приговоренного к распятию Заставляли нести перекладину Там столб обычно уже врыт Тот, который вертикальный Его используют много раз А перекладина у каждого своя Человек относит эту перекладину на плечах Она довольно тяжелая, очень неудобная Но это, конечно, скорее символическое действие То есть человек признает себя приговоренным Он тащит свое орудие к казни А Иисус после бочевания, судя по всему, не мог Поэтому поймали первого подходящего Да первого попавшегося Видимо, располь работает Все-таки крепкий относительно человек Ну и вот история, как человек нес крест Христов Вообще этого не пожелав ни секунды Да, вот просто так сложились обстоятельства И вот эта глава, она же про то, где люди оказываются Вот Пилат, который хочет отпустить Но не может в силу того, что вот у него обязательство перед Римом А значит страх перед толпой Народ, который вообще орет то, что ему внушают И ни секунды не задумывается Варава вообще вот такая история Вот явный бандит, да, мятежник, убийца Но получил свободу в результате этой истории Вообще ни секунды не рассчитывая А Симон получил крест Христов Тоже ни секунды не желая этого Просто проходил мимо Вот бывает и так Его привели на место, называемое Голгофы Что переводится как лобное место Ну или череп буквально с арамейского Видимо, такой голый округлый холм в те времена Может быть еще и место казни Поэтому слово череп сюда особенно подходит Ему предлагали вино, смешанное со смирной Но он не захотел его пить Он же говорил о том, что он не будет пить вина Пока не окажется в царстве отца А кроме того, это еще и отказ от наркотиков Потому что вино смешанное со смирной Но это такой дурманивающий напиток Смирное ароматическое вещество Но оно действует и наркотическим образом И людям, которых приговорили к распятию Его давали часто, чтобы каким-то образом Задурманить их Чтобы эту боль, этот ужас они меньше ощущали И Иисус этого не хочет То есть он принимает всю полноту этих последствий Его распяли, а одежда его бросали в жребий Кому она достанется Тоже обычай, одежду преступника отдавали палачам Ну и сегодня одежда имеет какую-то ценность В древности еще меньше было технологий Поэтому одежда была особенно дорога, что же ей пропадать Но и одежду казненного преступника Так, знаете, не каждый на себя оденет А палачу ему все равно уже Ему уже заботиться о чистоте его одеяния Как-то смешно Ну, а поскольку, видимо, у Иисуса была такая одежда Которую трудно разделить Потом это назовут нишвенным хитоном То есть скроенный из одного куска ткани Соответственно, всем не получится Кому одному по жребию Когда его распяли, было около трех часов Ну, считается от рассвета То есть рассвет плюс три часа Значит, это такое утро Относительно позднее утро На кресте была надпись с обозначением его вины Царь Иудеев Странная вина, да? Не убийца, не разбойник Не там фальшивомонетчик А царь Иудеев Ну, мы уже говорили о том, что для римлян, особенно для этих грубых солдат В этом есть какое-то издевательство над Иудеями А кроме того, это действительно единственная вина, которая достойна распятия Мятеж Попытка противопоставить себя Риму И единственная вина, в которой совершенно точно Иисус не виноват И это знают все Разрушит он храм, не разрушит Это еще надо уточнять и спорить Кто как услышал, какие свидетельства были или не были А вот то, что его называют царем Иудеев Для пилота абсолютно очевидная вещь Но ему очевидно, что он себя так не называет То есть вот это ложь Это поклеп, который на него возвели Вместе с ним распили двух разбойников Одного по правую, другого по левую руку от него Мы не знаем, кто это такие Лука говорит о том, что один из них просил о милости И получил ее от Иисуса Марк об этом ничего не сообщает Но, видимо, просто какие-то преступники Причем распятие было жестоким наказанием Значит, это не за воровство, там, лепешки с базара Это за действия вроде убийства и мятежа Одного по правую, другого по левую руку от него А прохожие оскорбляли его Качали головами такой жест презрения Ой И говорили, что разрушаешь храм За три дня его восстанавливаешь? Лучше спаси себя самого, сойди из креста Вот это обвинение в разрушении храма уже прозвучало И понятно, что человек, распятый на кресте, полностью беспомощен Он бы рад сойти, но он приколочен И у него руки разудены в сторону И тело вывернуто в очень естественной позе, чтобы он мог дышать То есть, это вот ровно то единственное Что ему сейчас нужно сойти из креста И к чему другие чудеса Вот если ты это сможешь, значит, ты можешь Ну что-то, хотя бы Точно так же насмехались и первосвященники с книжниками Говоря между собой Спасал других, а себя спасти бессилен Он Христос Царь Израиля Пусть сойдет с креста на наших глазах Тогда поверим И те, кто был распят вместе с ним, бронили его Ну вот, я еще раз говорю, Лука говорит, что один из них Потом попросил о милости Но вот эти реплики Пусть сойдет с креста, тогда поверим Может, надо было сойти с креста, они бы поверили Но тогда бы это было насилие чудом Тогда бы получилось, что эти люди приняли Христа Только потому, что видели некое чудо А может быть, все равно бы не приняли Сказали бы, как на исцеление говорили Что он исцеляет силы Вильзевула, князя Бесовского Что здесь тоже какие-то темные силы его уберегли от смерти Но еще ведь и дело в том, что эта смерть, она имеет свой смысл Свой жертвенно-искупительный смысл Они просто, ну так неудачно сложились обстоятельства Но они этого не понимают А для них существует только успех, здоровье, долголетие Вот явно то, что сейчас происходит с Иисусом Никак не похоже на успех, здоровье и долголетие Поэтому, если ты сумеешь быть здоровым и долголетним Ну да, поверим, так и быть Когда настал шестое час, то есть середина дня Всю землю покрыла тьма и оставалась до девятого часа уже под вечер А в девятом часу Иисус кричал громким голосом Элуи, Элуи, Лемаса Бахтани Что означает, Боже мой, Боже мой, что же ты оставил меня Ну, это, конечно, цитата из псалма на арамейском языке Кстати, интересно, что не на древнееврейском, на котором псалм был написан А на арамейском, на разговорном языке того времени То есть Иисус не стеснялся, особенно в такой горький час Говорить с Богом на своем родном языке, а не только на священном Говорить с отцом Некоторые стоявших там людей это услышали и стали говорить, что он зовет Илью Ну, потому что Элуи, буквально Бог и Илья звучат похоже А пророк Илья, мы об этом уже говорили Он был вознесен на небо и должен был прийти перед пришествием Мессии То есть они это поняли так, что, ну, он пытается проверить Что вот Илья-то придет или нет Если придет, так может это правда, Мессия? Давайте посмотрим, интересно Один человек подбежал, обмакнул губку в кислое питье Насадил ее на палку и напоил Иисуса со словами Погодите, поглядим, придет ли Илья ему на помощь Кислое питье, вероятно, там стояло что-то такое Для римских легионеров Это уксус, смешанный с водой Ну, то есть жажду утолить можно Удовольствия, конечно, никакого не будет И все-таки один человек, и мы думаем Он хотя бы сжалился, да Он дал попить человеку, который умирает на кресте Это долго, мучительно, он теряет много крови И, конечно, он испытывает дикую жажду С другой стороны, если его поить, а только продлевает его мучение Дает очень временное облегчение Но делает конечную агонию более долгой А весь смысл-то в чем? А посмотрим, придет ли Илья Да, то есть даже такой жест милосердия оказывается просто следствием любопытства А не сострадания Тогда Иисус с громким криком испустил дух И тут завеса в храме разорвалась надвое сверху донизу Имеется в виду завеса, которая отделяет святого и святых от остального помещения храма И в каком-то смысле символизирует преграду между Богом и человеком Именно она разрывается То есть вот Бог больше не отделен от людей Он с ними целиком и полностью В этом есть, конечно, огромный символический смысл Потому что можно говорить, что Иисус пережил все, что переживают люди Боль, отчаяние, страдания, предательство Но он не пережил смерть А теперь пережил ее То есть нет ничего такого, чего бы он не знал И граница эта стерта Стерта причем с той стороны А Центурион, командир имский Который стоял у креста прямо напротив Иисуса Увидел его смерть и сказал Воистину этот человек был сыном Бога Что он имел в виду? Но вообще-то для греко-римской религии Сыновья богов это довольно большая категория Собственно, Ромул и Рем, например Основатели города Рима Это сыновья бога Марса и Висталки, джрицы Ну и это значит какой-то величайший, выдающийся человек С некими способностями, которых у других людей нету Там гений или может быть правитель Потому что правителем же тоже так просто не становится Нужно вот быть каким-то особенным Почему и на монетах писали про императоров Дивус божественный Как он дошел до такой власти? Это не каждому дано Это явно боги его как-то продвинули Вероятно, он и сам один из них То есть, может быть, Сентурион-то имел в виду Вот есть всякие сыновья богов Это еще один из них Но это свидетельство принимается Он не то, что перешел в единобожие Хотя не исключено, что был единобожником Потому что вокруг синагог собиралось некоторое количество таких людей Не исключая и военных, которые принимали единобожие Не принимая ритуальных всяких подробностей иудаизма Но это даже не очень важно То есть, Сентурион, он вообще-то сам участвует в этом распятии Его солдаты, иначе зачем он там стоит, распинают и охраняют и все такое прочее И, казалось бы, он виноват Но он часть этой машины И он, может быть, не осознает того, что происходит до какого-то момента И тогда принимается это его свидетельство Пусть оно очень эмоциональное Пусть оно не выверено с точки зрения канонического единобразия Понимает ли он Сын Божий так, как понимаем сегодня мы А может быть, совсем нет Неважно, но он исповедовал Иисуса Сыном Божьим И значит, это тоже входит в историю Были там и женщины, которые наблюдали и издали В том числе Мария Магдалина Ну, персонаж очень известный Лука про нее рассказывает Марк больше ничего не говорит Из нее Иисус загнал семь бесов И, в частности, помазание драгоценным маслом В традиции обычно приписывают именно ей Накануне смерти Иисуса Мария Матякова-младшего Иосета и Соломея Несколько женщин Соломея, судя по всему, Матякова и Иоанна Сыновей Завидея Это два из двенадцати апостолов Ну, а что такое Мария Матякова Мы просто толком не знаем Ну, вот какие-то женщины, смотрите Часть из них просто даже неизвестна Но они оказываются в каком-то очень Близком к Иисусу положении Просто тем, что они стоят и смотрят Больше ничего Даже не говорят ничего И этого, оказывается, может быть достаточно Хотя они еще и в Галилее следовали за ним И служили ему А кроме них в Иерусалим пришло за Иисусом И много иных То есть это действительно ближний круг И когда уже вечерело Это ведь был канун субботы В субботу, я напомню, запрещена любая Трудовая деятельность К Пилату осмелился прийти И попросить тело Иисуса Иосифа из Римафии Благородный член Совета Который сам ожидал Царства Божьего Значит, он член Синодриона Но Синодрион же единогласно проголосовал За казнь Иисуса Иосифа там и не было Он, может, по идейным соображениям Не принял участие в голосовании Или как Проголосовал, а потом, когда увидел Что все так повернулось, передумал Трудно сказать Думаю, что первое Что, по крайней мере, Синодрион не был единогласен Может быть, процедурно записали Что все за А насколько так было на самом деле Но в любом случае Он просит о погребении То есть это последнее, что можно сделать Пилат удивился известия его смерти И подозвал Центуриона Того самого Очевидно Чтобы спросить Умер ли уже Иисус Центурион командует Все этой казни Получив от Центуриона подтверждение Он повелел отдать тело Иосифу Обычно люди на кресте висели дольше Это была мучительная смерть В течение нескольких дней А тот купил плащаницу Это льняное полотно В которое заворачивали умерших Снял тело Завернул его в плащаницу И положил в гробницу Которая была высечена в камне Обычно так и делали То есть хоронили в таких пещерах Искусственных или естественных Ко входу в гробницу Он привалил камень Ну естественно Чтобы закрыть его Чтобы звери не залезли А Мария Магдалина И Мария Мать Иосета О них уже шла речь выше Об этих двух женщинах Следили Где он был похоронен Как они придут к его гробу На следующий день Об этом 16 главе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok